Братья и сёстры, Прежде всего, я вместе с вами очень дружно хочу сказать слава Богу. Достоин нас Господь этой хвалы за всё, что Господь сделал для нас, чтобы мы имели возможность вернуться в тот потерянный рай, который когда-то утерял Адам. Но в последнее время, дорогие друзья, мне очень волнует один вопрос. Особенно я сегодня хочу сказать родителям. Сможем ли мы в небо или в рай взять наших детей? Этот вопрос сегодня волнует вас. И я хочу с вами поделиться некоторыми местами Священного Писания, потому что, бывая во многих церквях, как у нас, так и у вас, и во всех местах, вы знаете, это сейчас очень и очень важный вопрос. Когда мы видим непослушание детей, вот сегодня читалась вот эта глава, «Всё, что будет в последнее время», да, это будет. Значит, непослушание детей. И с этим вопросом, о котором я сегодня говорить хочу, забегая вперёд, хочу сказать, вы знаете, не очень многие родители соглашаются. А давайте мы посмотрим сегодня на Священное Писание, что именно сегодня и в те древние дни происходило. Я хочу из книги «Царств» напомнить один случай, который произошёл. Я читаю 14-ю главу с 24-го стиха. «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул весьма безрассудно заклял народ». Вот смотрите, почему-то вы, наверное, слышали, да, что Саул безрассудно, а почему не написано, вот то, что вы высветили, почему не написано, «Безрассудно заклял народ». А в моей Библии, смотрите, так написано, «Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул весьма безрассудно заклял народ». У меня просто нет времени, потому что мне очень ограничено, или во времени читать вам всю эту историю, братья и сёстры. Придите домой, откройте эту главу и прочитайте её, и внимательно-внимательно вникните её. Это сказал Саул, это был отец, и это был царь. И получилось так, что сын его, Енофан, он это даже не слышал. Скажите, а когда Господь не ответил им, и когда Саул или там бросали жребий, кто же виноват, что Бог им не отвечает, кто был выявлен, помните? Енофан, его сын, был выявлен, что он оказывается виновен. И если он уже один раз сделал безрассудно, зачем он ещё раз делает дальше такую великую ошибку? Вот он сказал, смотрите, не знаю, что побудило его сказать вот эти слова, если грех на Енофане, что случится с Енофаном? Он умрёт. Если уже грех был выявлен, и если грех был на Енофане, там был священник, там нужно было принести за сына жертву, чтобы этот сын в этом покаялся, и Господь бы таким образом в Ветхом Завете снимал грехи. Не только с детей, или, можно сказать, со всех людей. Вот так Господь снимал грехи. Смотрите, он идёт дальше и говорит, если грех на Енофане, он умрёт. К чему я хочу это сказать, братья и сёстры? Вы видите, что Бог возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Значит, всё, что говорят родители, всё, что говорит пресвитер, я понимаю, это очень большая ответственность, потому что нравится нам это или не нравится, оно становится законом. Особенно дети, обратите внимание, оно становится законом. И вот теперь, смотрите, вот этот человек, здесь его народ защитил, но когда он пошёл на войну, вы знаете, с мести отцом своим он погиб. И я думаю, погиб только потому, что он был заклят отцом. Он не был соперником Давиду, он Давиду говорил, «Давид, ты будешь царь, а я буду другой после тебя». Значит, он ему соперником не был, а ему Саул его настраивал, что при этом человеке царство твоё не устоит. Значит, Саул его готовил в цари, а сам сделал так, чтобы его сын погиб. И поэтому, родители, очень хорошо думайте, что вы говорите о своих детях. Очень хорошо думайте. Особенно, когда дети непослушны, непокорны, и когда они не слушают вас, чтобы вы во гневе или в обиде ничего не произнесли. Я рассказываю один случай, но вы знаете, он вроде бы для кого-то немножко смешной, а мне плакать хочется. Я и вам его расскажу. Однажды в одну семью пришёл гость, и отец так разозлился на своего сына, и говорит, «От ты, говорит, баран». А гость, видимо, был всё-таки мудрый человек, и сказал, «Слушай, я никогда не видел, чтобы от человека рождался баран». Баран рождается только от барана. Это правда, братья и сёстры. Но хочется плакать, когда родители вот такое производят. А вы представьте себе, если с ним это станет, что он действительно станет такой, по благословению такому отцу, отец, который даёт. И это весьма реально. Мы слыхали. Господь возвысил отца на детьми и клятву матери утвердил над сыновьями. Поэтому, я думаю, вечером мне сказали, у нас будет беседа с молодёжью, но мы там поговорим немножко о другом вопросе, как они должны поступать, дети. Но сегодня говорится о родителях. И я знаю такой случай, когда одна мать, ещё она была, значит, жена служителя, сказала, «Если вы будете непослушны, вы мне не нужны». Братья и сёстры, я очень наблюдателен, или я просто собираю из жизни, из Библии, все моменты, но хочется, чтобы жизнь была благословённа. Какую прекрасную жизнь создал Бог. Бог создаёт семью. И для чего Он это хотел? Потому что человеку одному плохо. И вот чтобы эта семья была благословённа, сколько нужно труда, сколько нужно усилий сделать, чтобы действительно это просто так не даётся. И правильно должны поступать родители, и правильно должны поступать дети. Вот тогда, чтобы действительно люди когда-то могли сказать, вот я и дети, которые даровал мне Бог, чтобы мы наших детей могли взять с собою вечность. И мы видим, что вот так случилось в этой семье. Теперь возьмите ещё другой. Это, можно сказать, действительно было в семьях святых людей, где, смотрите, так происходило. Если мы читаем теперь книгу «Бытие», я читаю здесь такие слова. Это будет 37 глава. 37 глава с 3 по 4 стих. «Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех его братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Братья и сёстры, в христианских семьях в Ософном много детей, и благоразумны те родители, которые могут именно так делать, чтобы дети не видели, что там есть любимчики. Скажите, в семьях любимчиков любят или нет? Как? Значит, смотрите, это не любовь к Иосифу вызвало, а что ненависть, что братья его возненавидели, и не могли говорить уже больше с Иосифом дружелюбно. А кто это сделал? Это сделал родной отец. И получилось так, смотрите, что мы, наверное, очень хорошо понимаем, когда с нами говорят с любовью, или когда с нами говорят недружелюбно. Наверное, каждый человек это чувствует. И вот смотрите, Яков сделал так, что братья его возненавидели. А когда уже, знаете, есть ненависть к человеку, тогда она как снежный ком нарастает, нарастает, нарастает. Смотрите, и сны его туда приписали, и все сделали. И действительно, идет этот человек к ним, чтобы проведать. И вот я хочу обратить здесь, особенно детям, внимание на послушание Иосифа. Вот смотрите, Иосифу было сказано, проведай братьев. У него был такой хороший момент, пошел в одно место, братьев не нашел, пришел бы к отцу. А он же знал, что братья не могут с ним говорить дружелюбно. И он мог бы сказать отцу, как сегодня часто дети делают, папа, ты мне сказал, я не смог это сделать, или я не нашел это. И думает, они уже свободны. Но Иосиф, он понимал, если отец сказал проведать братьев, я должен, где бы они ни были, я должен их найти, и я должен их проведать. И вот этот человек, или этот юноша идет к ним, а братья видят его и говорят, вот идет сновидец, пойдем убьем его и посмотрим, что будет из снов его. Вот смотрите, до чего может довести злоба, когда и именно получилось, она, я нахожу, что это сделал отец. Братья и сестры, особенно я родителей прошу, никогда не делайте разницу между детьми. И не только Иосифа, братья увидят это, и ваши дети тоже увидят это. Даже, ну я в своей семье старался, у меня тоже была большая семья, старался делать, чтобы никто этого не видел. Но вот приходит один сынок, папа, почему я все должен это делать? А почему он ничего не делает? И дети тоже, даже когда стараешься делать, и тоже замечают, что вроде бы им больше всего приходится делать, больше всего они должны трудиться, и они на это тоже обращают очень и очень серьезное внимание. Я поэтому прошу родителей, обратите на это внимание, чтобы в вашей семье не было любимчиков, чтобы вы их не выделяли, и чтобы другие дети ни на вас, ни на них не обижались. И таких примеров, вот смотрите, братья и сестры, в Священном Писании есть очень и очень много, где вот так люди поступали. Возьмите еще один пример, это будет с 12 главы Бытия, и 10 стих. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усиливался голод на земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, вот я знаю, ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя и скажут, это жена его, то убьют меня, а тебя оставят в живых. Братья и сестры, у меня к вам такой вопрос, кто повторил эти слова, вы помните? Его сына еще в живых тогда не было, да, правда, это повторил его сын, но его еще в живых не было, он еще на земле не существовал. Вот смотрите, как это иногда передается, то, что неправильно делают родители. У меня в жизни был такой случай, что пришел однажды один человек на покаяние, и он мне рассказывает такой пример. Когда это делал мой сын, то есть когда это делал я, я на это даже не обратил внимания, но когда через некоторое время у него родился сын и сделал его сын, он говорит, я себя в этом увидел. И вот так, смотрите, она передается, и поэтому как хорошо, когда родители всегда поступают честно, справедливо, когда они не говорят никакой неправды. Вот смотрите, у Бога об этих людях было заповедано «Пророкам моим не прикасайтесь к ним и пророкам моим не делайте зла». Ну почему Авраам спугался, что ему могут какой-то, если у него такая охрана или такая защита, сам Бог сказал, не прикасайтесь к пророкам моим и избранным моим не делайте зла. Почему? Он побоялся, что с ним так случится. Братья и сестры, надежда на Бога, она всегда должна сопровождать нас в наши земные дни, что если Господь наша защита, если Бог с нами, дальше как сказано, кто может быть против нас? Никакой фараон не может быть против. Ну, видимо, Авраам тоже здесь что-то спугался. Что спугался и Исаак, он тоже сказал эти слова. И вот смотрите, все то, что вы делаете родители, да, даже дети, которые, может быть, еще не рождены вами, не может это повторить. Скажите, наверное, лучше не делать ничего плохого, правда? И детям нечего повторять. Будет во всех вот этих вот вопросах в жизни, что дети уже не смогут повторить это, если вы это не сделаете. И столько, смотрите, вот этих добрых примеров, примеров есть у нас. И если сегодня вспомнить, смотрите, Бог создал семью, мне так радостно сегодня было на душе, когда я видел вот этих младенцев, которые рождены на эту землю, которые рождены для того, чтобы жить и вечно с Иисусом Христом. И вот сколько забот и попечений, сколько праведных поступков должны сделать родители, чтобы действительно дети вошли в то царство. Но есть еще одно такое место, вы знаете, очень интересное место. Это, я хочу напомнить сейчас, это будет пророк Осия. Смотрите, что здесь сказано. Значит, это будет Осия, четвертая глава и шестой стих. Пожалуйста, если можете, высветите его. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебе от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, братья и сестры, я думаю, это очень серьезные слова, да? Я забуду детей твоих. Я забуду, это Бог говорит, за недостаток ведения. Что такое ведение? Ведение – это знание о Боге. И Бог каждому человеку хочет дать правильное знание о Боге. И это может быть через любой случай, через любой пример, через любое служение, через любую песню. Господь сегодня говорит нам, людям, и Он говорит, чтобы мы действительно Бога познали правильно. Если вы посмотрите, сколько сегодня различных религиозных организаций, и которые все говорят, спасение только у нас. Спасение только, или мы только говорим правильно, и только мы можем спасать людей, но спасение, оно у Бога. И вот теперь, значит, Бог очень серьезно обращает внимание, во-первых, это сказано священникам, здесь сказано, я, как здесь, смотрите, сказано, я отвергну тебя от священодействия. И как ты забыл закон Бога твоего, я забуду детей твоих. Братья и сестры, я просто понимаю, это для меня очень страшно, чтобы вдруг бы Бог забыл моих детей. И поэтому, насколько это сегодня важно, может быть, день и ночь надо рассуждать о том, о Боге, о Его законе, о Его правилах, обо Его учении, которое дано, чтобы мы действительно знали все, что нам нужно, и как нужно нам правильно поступать и говорить о Боге. И я смотрю сегодня на этот пример, вы знаете, есть очень много, сегодня люди быстро меняют свои понятия, то в одну сторону, то в другую сторону, и я просто смотрю, что происходит с ихними детями. Если так Господь сказал, за этими словами стоит Господь. Если Господь сказал, я вижу целыми или полностью все дети в семьях начинают отступать, то в какое-то непонятное понятие, то в грехе, в беззаконии происходит. А почему? Да потому что Отец это сделал. Значит, сегодня от нашего понятия, я обращаюсь именно к мужьям, к служителям, зависит состояние Бога с нашими детями. Я думаю, вы все будете согласны. Это страшно, когда Бог оставит наших детей. И это может быть по моему понятию, если оно неправильное. И я всем людям говорю, сегодня, каждая семья, не только, или каждая церковь должна решить три вопроса, чтобы правильно говорить о Боге. Вот смотрите, друзья Йова, они не глупости говорили, да, они говорили разумные слова, но они договорились до того, что Бог их перестал слушать. Почему? Да потому что, не зная суть дела, они говорили об этом и договорились, что Бог сказал, идите к Йову и пусть он за вас пронесет жертву, потому что только его молитву я услышу. А почему это случилось? Да потому что они о Боге говорили неправильно. И вот тогда, когда человек, я всем это говорю, решит три вопроса. То, что Иисус Христос из закона Моисеева оставил, то, что отменил и то, что заменил. Если человек только решит вот эти три вопроса, вот только тогда он будет говорить о Боге правильно. А если он сегодня говорит о том, что Иисус это отменил, а Иисус этого не отменил, он о Боге правильно говорит? Он на Бога или на Христа. Помните, как 15 глава говорит, если Бог воскресил Христа, которого он не воскрешал, то мы лже-свидетели. И вот поэтому, братья и сестры, обратите просто, у меня нету больше времени говорить, обратите на это очень и очень серьезно внимание. Я сегодня говорил родителям, потому что вы в большой ответственности. Бог даровал вам детей, чтобы вы их воспитали и чтобы вы их привели к Богу и вместе с ними вошли в вечную жизнь. И если, смотрите, мы видим вина родителей, бывает очень большая, которую родители, но никак не хотят иногда признать. И если те дети, которые вам даны Богом, рожденные для вечной жизни, не войдут туда, может быть, есть в этом и ваша вина. И есть еще один вопрос. Я попрошу сейчас. Вы святите вторую книгу Ездры 9 главы, 19 стих. Вы знаете вину? Вот в Захарии, в 3 главе, где оно описано, знаете ли вы вину Иисуса, сына Исидекова? Я многим людям задавал этот вопрос, в чем же его вина? И вот смотрите, когда мы читаем вот этот стих, из сынов Иисуса, сына Исидекова и из братьев, высвятите еще выше стих, если можете, и нашлось, что из собравшихся священников, которые имели иноплеменных жен. Вот это была вина Иисуса, сына Исидекова, что, смотрите, он набрал для своих сынов иноземных жен. Сегодня, когда набирают, можно сказать себе, жен с полей Моавицких, не, можно сказать, с этой церкви, вы посмотрите, какие проблемы там происходят или все, что там случается только потому. Вот это была вина, значит, Иисуса, сына Исидекова, которого Господь омыл, очистил, надел его в чистую одежду, прочитайте вот эту третью главу Захарии, тоже дома, родители все, а его вина была в том, что он это сделал. Значит, смотрите, сегодня, если даже говорить о браках, но время, время мое вышло, братья и сестры, поэтому мы сейчас будем молиться и просить, чтобы Господь помог, чтобы мы и дети наши были в вечности. И хочу всех поблагодарить, если я не попал в чей-то дом, куда меня звали, это не акт презрения, а нехватка времени. И я очень благодарен вам за молитвы, которые вы возносите. Я очень благодарен вам за все, что вы передали туда, в церковь. И пусть вы будете у Бога благословенны, и чтобы нам всем встретиться в твой чудной вечности. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok